До 3 мая власти США предупредили о возможном дефолте, если демократы и республиканцы не договорятся по повышению потолка госдолга. И дефолт может привести к финансовому кризису в стране и кризису доверия к американскому доллару. Аналитик Центра двухпартийной политики США США Якабас отмечает, что США в очередной раз сталкиваются с риском дефолта по долгу в течение нескольких месяцев. И это не соизмеримо со стороны, которая рассматривается как балластный камень для финансовой системы и только добавит неопределенности без того шаткой экономики. Как по-вашему, означает ли это, что так называемая страна балласт и есть главная проблема, окружающая стабильность мировой экономики? Мне кажется, это надо вопрос разделить на очень важные части. Первое, вот эти ритуальные танцы, которые сейчас танцуют американский Минфин, администрация Байдена, все эксперты, это действительно какие-то уже, не знаю, такие заскорузлые потуги, которые привлекают внимание, создают какой-то ажиотаж, но действительно не являются тем основным базисным фактором, на который мы должны опираться, оценивать состояние американской экономики. Это раз. Второй момент. Есть специальный сайт, он так и называется, «Роста американского внешнего долга», «Госдолга США». Там есть обычно такие калькуляторы, ставятся, например, до окончания года, до окончания текущего года остается столько-то дней, столько-то часов, столько-то секунд. Или, например, до какого-то важного события, открытия какого-то инфраструктурного проекта. А здесь несколько иная история. Здесь вы в прямом эфире можете наблюдать, как, по-моему, каждую минуту «Госдолг США» растет на 2 миллиона долларов. Вот вам реальный показатель. То есть можно сколько угодно с интересом, даже, может быть, с какими-то ставками кто-то делает, наблюдать за этими ритуальными игрищами, о которых мы сказали. А можно смотреть на реальные цифры. Этот счетчик работает, как будто у вас постоянно включен свет и крутится соответствующее реле, отмечая возросшее использование вами киловатт. Вот это реальный показатель. Но при ближении момента, когда угроза «Дефолт США» по своим обязательствам становится ябью, американский Минфин исчерпает все возможности финансировать дефицит бюджета с помощью, как они называют, чрезвычайных маневров. По утверждению главы ведомства Джанет Йиллен, это может произойти уже 1 июня, всегда используются оппонентами действующей администрации во внутрополитической борьбе. Еще раз говорю, это такой вот ритуал у них. Как, знаете, как день сурка. Есть какие-то вещи, которые там происходят постоянно. Парад Мэйсис, день сурка и битвы про дефолт. Подобные ситуации неоднократно случались ранее, они неизменно заканчивались одним и тем же. Просто в очередной раз повышался потолок госдолга. Он уже составляет, вы знаете, там практически 31, более 31 триллиона долларов США. Просто в очередной раз произведут какие-то ритуальные такие действия. И в условиях глубоких межпартийных противоречий в США нас с большей вероятностью ожидает драматическое зрелище в лучших голливудских традициях, когда, как они любят говорить, сделка по долговому лимиту будет заключена буквально за минуту или за какие-то часы, до часа X, с драматургией, как все это любят. Все это будет с вотыми пометками breaking news и так далее, в общем, с эмоциями. Это все внутреннее дело Соединенных Штатов Америки. Нравится им так? Пожалуйста. Просто есть тоже важный нюанс. Эта денежно-кредитная политика США в виде бесконтрольной долларовой эмиссии для поддержания наполового деловой активности и постоянного наращивания долгового бремени уже привела к разгону инфляции в Америке и на глобальных рынках. И расшатала американскую финансово-банковскую систему, повысила риски для устойчивости мирового хозяйства и в целом является абсолютно безответственной. Очень спекулятивно. Все эти действия вкупе с противоправными односторонними мерами США в отношении экономических операторов, неугодных правительств, стран и так далее подрывают доверие к доллару как резервной валюте, инструменту накопления резервов. А так как они очень долго и очень упорно навязывали всем именно эту единицу денежную, платежную в качестве надежной, то теперь вот это все ударяет реально по мировому хозяйству. Страны мирового большинства хорошо осознают риски обесценивания своих вложений в долларовые активы из-за внутриполитических разборок в Вашингтоне. Вот по статистике только с 28 февраля общий объем иностранных инвестиций в облигации США сократился более чем на 300 миллиардов долларов. Многие государства переходят на недолларовые расчеты. Ну, собственно говоря, об этом говорят и Белый дом, и Госдеп, что и оппоненты говорят, что да, действительно, есть проблемы с их валютой. Так они же сами их и создали, эти проблемы. Если бы они не начали использовать доллар в качестве инструмента борьбы, ничего бы из этого не было. Ну, многого бы не было. Но они же сами это все поощряют. Многие государства отказываются от использования контролируемой США и их сателлитами мировой финансовой архитектуры по этим же причинам. Реальность демонстрирует, что возможности американской экономики дальше жить в долг существенно сокращаются. Еще раз, это мы сейчас с вами говорим в отрыве от показателей. Показатели очевидны. Страна живет в долг. Этот долг не покрывается за счет производимого продукта. Долг есть у всех стран. Ну, сейчас у всех я говорю условно, но он должен покрываться, он должен быть меньше того продукта, который производит страна. А если это долг больше, во много больше, тем более финансовая система основана просто на печатывании денег, на эмиссии бесконечной, решения которой принимаются политиками, в консультациях с экономистами, в том числе и как политические решения. Вот это реальные показатели. И, конечно, насколько внутренне американские потребители, граждане США осознают всю проблему, я не знаю. Возможно, внутри, находясь этого информационного вакуума, они даже не понимают, в каком состоянии находится их экономика. А им об этом никто, естественно, не говорит. Их пугают то Россией, то Китаем, а про экономику рассказывают, что это самая лучшая экономика в мире, а госдолг, ну это просто так, это просто большая красивая цифра. Вот.